И в Тюмени выросла стоимость аренды жилья. Один из факторов – увеличение спроса. Эксперты связывают это с грядущим учебным годом. И вот где чаще всего снимают квартиры и какие районы пользуются особой популярностью? В этих вопросах разобралась моя коллега Юлия Никифорова. Она уже присоединилась к эфиру. Юля, привет! Так что же влияет на стоимость аренды жилья и есть ли инструменты для ее снижения? Влад, привет! Я, как человек, который ждет переезда в свое жилье, а пока снимает квартиру, скажу, что удовольствие это не из дешевых. Кстати, за последний год стоимость аренды жилья в Тюмени выросла на 20%. Справедливости ради отмечу, что такая ситуация не только в нашем городе, а по всей стране. И учитывая, что впереди новый учебный год, а значит и новый поток студентов, то многие арендодатели пытаются искусственно завышать стоимость. Однако самые главные факторы ценообразования – это ремонт в квартире и ее месторасположение. Самые популярные районы для аренды именно у студентов – это, как правило, центр, связанная с локацией наших вузов крупных. И, конечно же, они очень любят микрорайоны. Итак, сколько стоит арендовать жилье в Тюмени? Для примера возьмем однокомнатные квартиры, на них больший спрос. В среднем ежемесячный платеж составит около 21 тысячи рублей. В центре города за съем могут просить от 12 до 45 тысяч рублей. В европейском микрорайоне, он, кстати, среди лидеров – 23-27 тысяч рублей. Цена аренды квартиры в Восточном варьируется от 11 до 25 тысяч. А вот самые низкие цены предлагают на Мысу и в районе поселка ММС. Риэлторы уверяют, что к началу сентября разберут все, вне зависимости от цены. Ведь с предложением, как оказалось, не все гладко. Сейчас на аренду в Тюмени выставлено не больше 500 квартир. Считать количество приезжающих студентов смысла нет, так как эта цифра в десятки раз больше. Кстати, в следующем году в Тюмени начнут строительство арендного жилья. Однако, сможет ли оно решить проблему? На этот вопрос попытались ответить эксперты. Я вам скажу по опыту. Разгрузки большой это не даст. Но сколько может арендный дом вместить в себя квартир? Это целый квартал нужен. У нас сегодня очень много приезжих в городе. Город среди других регионов позиционируется как благоприятный. И поэтому нашествие приезжих у нас ожидается еще больше. По словам экспертов, рынок жилой недвижимости в Тюмени, как и во многих других городах, формируется двумя факторами. Первый – инвестиционные квартиры. И учитывая постоянные изменения ключевой ставки, таких объектов стало меньше. А второй – спрос. За последний год он вырос на 15-20%. Опять же, во многом за счет студентов. Их в шести тюменских вузах насчитывается больше 48 тысяч. Конечно, у образовательных учреждений есть общежития, правда, на всех мест не хватает. Поэтому многие каждый год приезжают в областную столицу заранее, чтобы подыскать себе квартиру. Большие надежды возлагают на межвузовский кампус, который планируют создать в нашем городе. Проект должен разгрузить рынок арендного жилья. Вопрос с общежитиями для студентов, он у нас актуальный. Пока сложно говорить, сколько человек там конкретно будут жить, потому что проекта кампуса нет. Нет проекта корпусов жилых. Это уже чуть подальше, наверное, будут определять социалисты, архитекторы, органисты и все те другие люди, которые будут заниматься проектными вещами. Но, не знаю, было бы здорово, если бы всем нуждающимся нашлось там местечко. Местечко-то найдется, вот только какое. Спрос рождает предложение, а потому на сайтах объявлений чего только не встретишь. Из последнего – слипбоксы. Проще говоря, на аренду выставляют то, что называется антресолью. Вот такое доступное жилье, на которое, по словам специалистов, тоже найдется свой клиент. Влад, передаю слово. Спасибо, Юля. Слипбоксы, может быть, конечно, и удобны, но точно не для длительной аренды. А вот строительство кампуса и арендного жилья, думаю, как минимум собьет цену.